Высокий, крепкий красавец с обаятельной улыбкой впервые появился на киноэкране в фильме Марлена Хуциева, был месяц май, где сыграл роль молодого лейтенанта Николаева. И сразу успех, и слава, и приглашение от режиссёров сняться в их фильмах. Но, как это зачастую бывает, повторить успех звёздной роли Александру на протяжении всей своей карьеры так и не удалось. Александр родился 14 сентября 1948 года в Тюмени, в тихом и зелёном микрорайоне Мыс на северо-восточной окраине города. С детства он посещал драматический кружок во Дворце пионеров. Но его друзья и одноклассники даже не предполагали, что Саша будет актёром. Все дружно считали, что он в будущем будет военным. Тем не менее, после школы Александр отправился в Москву и с первого раза поступил в ГИТИС. После окончания института был приглашён Хуцеевым на роль лейтенанта Николаева в картину «Был месяц май». Правда, поначалу в главной роли режиссёр видел артиста другого типа и не сразу заметил в нашем герое его истинный потенциал. Постепенно же, присмотревшись внимательнее к молодому начинающему актёру, он понял, что именно таким и должен быть в его картине юный лейтенант, прошедший славный боевой путь дорогами войны. Впоследствии Хуцеев считал эту киноленту одной из самых своих любимых, а роль Николаева была одна из самых любимых им ролей. После успешного «Боевого крещения» приглашения сниматься повалились на Александра в большом количестве, по несколько фильмов в год выходило с его участием. Очень много ролей были сыграны актёром, где его героями были люди в военной форме. Но эти роли уже не были такими яркими и запоминающимися, как его самая первая работа. Помимо кино, актёр играл на сценах Кировского и Воронежского драмтеатров. А в 1981 году актёр пополнил труппу только что открывшегося Минского театра студии киноактера. Театр в то время возглавил великий белорусский режиссёр Борис Луценко. Современная драматургия, представленная в репертуаре Минского театра, быстро снискала успех у зрителей и критиков. А для Александра работа с таким режиссёром помогла набраться опыта и мастерства. Кроме успешного выступления на сцене театра, актёр продолжал много сниматься в кино. В кризисные для страны 90-е годы актёр ещё снимался в кино и выходил на сцену театра, но это уже был период малокартинья, когда и театры редко посещали. Столкнувшись с проблемой безденежья, Александр был вынужден даже подрабатывать таксистом. В 1997 году актёр уволился из театра и уехал во Францию. Там он снялся в короткометражной комедии «Челябинск», а немного погодя его пригласили сыграть в полнометражной картине роль на французском языке, заключив с ним контракт. Фортуна, казалось, повернулась к нему лицом, но, увы, эту роль отдали другому актёру. Для Александра это был страшный удар. После этого он уехал в Тюмень к родным, которых регулярно навещал. Но теперь решил остаться в городе навсегда. Там жили его отец и сёстры, мамы к тому времени уже не было в живых. В 1999 году его приняли в Тюменский драмтеатр, и он стал репетировать роль Артура в спектакле «Дама с камелиями». Александр всей душой болел за своё дело, ему казалось, что приобретённый им опыт работы в кино и на сцене с таким режиссёром как Луценко принесёт пользу театру. Но все его новаторские идеи и предложения по улучшению репертуара не нашли понимания среди руководства, а его критика воспринималась в штыки. Мало того, в местной прессе в отношении актёра развернулась настоящая травля. Его называли неудачником, который ещё смеет кого-то учить. Это добивало актёра, по рассказам его коллег, ему было невероятно мучительно, хотя он и старался держаться и не подавать вида, а ведь по натуре он был очень ранимым. Близким людям он признался, что устал от недопонимания и ненужности. Тюменский зритель так и не увидел на сцене драмтеатра Артура в исполнении Александра Михайловича. 11 ноября 1999 года он добровольно ушёл из жизни, ему был всего 51 год.